Здравствуйте! В эфире первого городского служба новостей «Город». Меня зовут Алексей Колодкин. И вот о чем пойдет речь в ближайшие минуты. В Калининграде нечем дышать, и виной тому вовсе не душное лето. Горожане жалуются на резкий запах нечистот. Очереди с пяти утра и запись на два месяца вперед. В центре женского здоровья. В первые дни работы обратились сотни калининградок. До 15 лет лишения свободы и миллион рублей компенсации. Сегодня состоялось первое заседание по делу калининградского боксера. Крыша протекает, трубы прорвало, а проводка местами оголилась. Жители военного общежития жалуются на нечеловеческие условия проживания. Мастер-класс от лучшего вратаря. Калининград посетил чемпион мира среди юниоров по хоккею Максим Жуков. И главной теме дня. Чем пахнет в городе? Наверное, таким вопросом сегодня задаются многие калининградцы. С началом недели о резком запахе нечистот затрубили социальные сети и интернет-порталы. К нам в редакцию также поступили десятки звонков от телезрителей с просьбой разобраться с источником зловонья. Заметим, что о подозрительных ароматах заговорили жители улиц Невского, Тельмана, Толстого, Пролетарской, Куйбышева. Помимо этого, запах ощущается и в районе Московского проспекта, Центрального рынка и улицы Музыкальной. Неприятный аромат уже сравнили с тухлым и трупным запахами. Городская администрация сослалась на ремонтные работы канализации, которые проводят сотрудники водоканала. Они же, в свою очередь, эту информацию не подтвердили. Не затрудняюсь ответить. Могу точно сказать, что это не по нашей причине. И откуда этот запах, который похож на очень запах нечистот. У нас год назад или два года назад подобная ситуация в городе была. По-моему, так причину не нашли. Как сейчас обстоят дела, тоже не знаю. И является ли это повторением той ситуации. В единой диспетчерской службе пояснить причины неприятного запаха также не смогли. На данный момент источник зловония не найден. Напомним, два года назад Калининград также накрыли неприятные запахи. Тогда выяснилось, что в морском порту неправильно хранились цистерны с газом. Партнер рубрики «Тема дня», сеть магазинов обуви для всей семьи, «Каприз» и «Каприз Калор». И к другим темам. За два дня работы в Центр женского здоровья обратилось более 700 человек. Почти половина прошли обследование. У двух калининградок есть подозрения на рак. Как говорят многие пациенты, чтобы попасть на прием, очередь приходится занимать с пяти утра. Из-за ажиотажа звонков сегодня не выдержала и телефонная линия колл-центра. Несмотря на технические неполадки со связью, до 15 августа уже расписаны все места. И это хороший знак, говорит в РИО министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. Мы сегодня столкнулись с той ситуацией, что у нас перестал работать колл-центр. Связано это было с тем, что постоянно прорывалось не менее 30 звонков. И у нас сегодня, несмотря на то, что телефонная связь нам обеспечивает очень крупный партнер, эта связь сегодня перестала работать. Два часа понадобилось для перезапуска. Чтобы улучшить работу колл-центра, количество операторов увеличилось с двух до семи. Также продлили время работы с самого учреждения с шести до восьми часов вечера. Пока на сайте не появилась онлайн-регистратура, записаться на прием к врачу или получить консультацию можно по телефону в 596-600. В Калининграде на продажу выставлен позвонок кита. Очередную случайную находку местные жители уже продают в интернете за 15 тысяч рублей. По словам экспертов, открытием это вряд ли назовешь. Оказывается, несколько десятков лет назад наш регион славился китобойной флотилией. О других не менее интересных новостях расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». Партнер рубрики «Короткой строкой» магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». В Калининграде собирают деньги на лечение восьмилетнему Ване Горобчаку. При рождении у мальчика обнаружили порог сердца и две кисты головного мозга. В 2015 году ребенку сделали операцию по остранению первого заболевания. До этого мальчика мучили ночные приступы. Он просыпался в панике и страх, а сердцебиение учащалось, а давление поднималось до 180. Сейчас ребенку необходимо срочное лечение в Санкт-Петербурге. Для этого требуется почти 40 тысяч рублей. О том, как помочь Ване, можно узнать на сайте «Верю в чудо» дети39.ком либо по телефону 37 66 23. В Калининграде открыли горячую линию по вопросам несанкционированной торговли, бахчевыми культурами и квасом. Принимать звонки будет Роспотребнадзор. В каждом населенном пункте области есть специально отведенные для такой торговли места, которые определяются органами местного самоуправления. В иных точках продавать этот товар запрещено. В случае нарушения можно обратиться по телефону 53 84 36 и 67 46 07. Через 100 лет Зеленоградск может уйти под воду. Об этом заявили ученые. Причин сразу несколько штормы, неаккуратность отдыхающих, выезд автомобиля на прибрежные территории и нелегальная добыча янтаря. Штормы размывают береговые зоны, а люди после отдыха на пляже, не замечая, уносят с собой по 200 грамм песка. Исследователи также отмечают, что если гипотеза глобального потепления верна, то уровень мирового океана будет подниматься, а берега разрушаться и дальше. От Калининграда, Светлогорска и обратно в дни проведения фестиваля «Колосящий Кивин» назначили дополнительные вечерние электрички. Поезда направят 21, 22 и 23 июля. С Южного вокзала они будут отправляться в 20.33, со Светлогорска в 23.40. Не пропусти последний выпуск шоу «Утро на колесах» в этом сезоне. Включай завтра Первый городской ровно в 7 и начни свой день вместе с нами. Заряжайся позитивом, участвуй в конкурсах и получай призы. Также есть возможность позвонить к нам в прямой эфир по номеру 99 49 29. Припаркуется наша мобильная телестудия на Верхнем озере. Партнер рубрики короткой строкой магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». Марш-броски через лестничные клетки, неспортивное ориентирование в темных коридорах, бег с препятствиями по нестандартному напольному покрытию. Так свой быт описывают семьи военнослужащих, проживающих в общежитии по улице Суворова. По словам жильцов, они не раз обращались в управляющую компанию с просьбой провести текущий ремонт, но теперь у них даже не принимают заявки. Наш дежурный по городу разбирался в ситуации. Партнер рубрики «Дежурный по городу» – портальная бесконтактная мойка «Эрле». Здравствуйте, в эфире «Дежурный по городу». Меня зовут Катерина Брынюк. И сегодня я вам расскажу, как военное общежитие становится испытательным полигоном для офицеров и их семей. Попасть сюда может любой желающий, потому что дверь давным-давно не закрывается. Условия здесь еще не полевые, но уже требующие выносливости. В дождь страдают жители пятого этажа. Кровля не латалась с момента постройки. Помимо этого, стены точит вода из прохудившегося стояка. Такие нехудожественные разводы наблюдаются с пятого по первый этаж. Год назад у нас затопило квартиру. И электричество, чтобы там не произошло замыкание, перебросили вот таким вот способом. После того, как мы написали заявление, чтобы они исправили ситуацию, они, грубо говоря, закрепили в двух местах. Километры электропроводки опутывают коридоры. А если что-то выходит из строя, на вызов не спеша приходят люди со смекалкой и скотчем. А вот так решили вопрос с перегоревшими лампами. В этом здании периодически что-то лопается. То терпение у жильцов, то трубы. Сегодня вот водопроводную прорвало, и вода заливает электрический щиток. Так и живут. От потопа до пожара. Возгораний боятся особенно. В общежитии все пожарные щиты открыты, рукава отсутствуют, кнопка тревоги не работает. Сверху должна быть специальная крышка, так называемая предохранительная. Ее нету. И вот, пожалуйста, нажимаешь, оповещения нет. Когда по запросу в прокуратуру сюда приехала проверка, они обнаружили, что, например, напольное покрытие не отвечает стандартам пожарным. Пока они это не сделают, то есть система работать не будет. А по коридорам и лестницам, как по минному полю, на каждом шагу опасность. У нас тут много детей. И вот такая у нас картина. То есть мы спотыкаемся, падаем. Я время от времени заматываю с котем. Вот тут у нас уже старая, уже устала. Смысла нет. В общежитии проживают около полусотни семей военнослужащих. Жены офицеров горько шутят. После таких условий могут сдавать все армейские нормативы наравне с мужчинами. Чего стоят только пандусы. Испытания на прочность начались пять лет назад, когда здание перестало обслуживать войсковая часть. За дискомфорт жильцов сначала отвечала управляющая компания «Славянка», а после региональное отделение управления жилищным фондом Минобороны Российской Федерации. Возмущенным бездействием этой компании бывало напоминали, недовольство чревато выселением или увольнением. Но Юрий Локоттон молчать не намерен. Я даже уверен, что по службе проблем не будет, так как никакой командир не пожелает своему подчиненному, чтобы тот жил, извиняюсь за выражение, в свинарнике. В управляющей компании жильцам пообещали, что ремонт закончат в первые два месяца этого лета. Однако по состоянию на 12 июля его даже не начинали. Руководитель регионального ГУЖФ рассказал, что работы не начали вовремя, потому что жильцы перестали оплачивать счета за капремонт и обслуживание. На сегодняшний день полтора миллиона задолженность. Там у меня, во-первых, идет в рамках подготовки к зиме, там будет теплопункт делаться полностью. Дальше коридоры, крыльцо, кровля. Реала закуплены, у меня туда люди спланированы. Результат будет 1 сентября. Жильцы же парируют. Платить за то, чего нет в течение трех последних лет, они считают несправедливым. Катерина Брюнюк, Екатерина Калинченко, Служба новостей, Город. Партнер рубрики «Дежурный по городу» – портальная бесконтактная мойка «Эрле». Через пару минут вас ждут не менее интересные новости, и вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. До 15 лет лишения свободы и миллион рублей компенсации сегодня состоялось первое заседание по делу калининградского боксера. Рабочих мест станет больше, а уровень жизни повысится. На развитие Калининградской области выделили 30 миллиардов рублей. Мастер-класс от лучшего вратаря. Калининград посетил чемпион мира среди юниоров по хоккею Максим Жуков. А сейчас полезная информация от наших партнеров. Не переключайтесь, впереди вас ждет еще много интересных новостей. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. В утреннем ДТП с четырьмя автомобилями пострадал пенсионер. Авария произошла на улице Железнодорожная. По предварительным данным, виновник происшествия – водитель Мерседеса. Сейчас все детали ДТП изучают сотрудники ГИБДД. О других происшествиях в Калининграде за сутки узнаем далее. До 15 лет лишения свободы. Такой максимальный срок грозит калининградскому боксеру Владимиру Иванову. В случае, если суд признает его виновным. Напомним, в августе прошлого года он участвовал в смертельной драке у ресторана быстрого питания, в результате которой погиб 25-летний Максим Дудин. Подсудимый уже выплатил вдове погибшего 120 тысяч рублей. На первом судебном заседании сегодня она потребовала у обвиняемого компенсацию 10 миллионов рублей. Объясняет о тем, что дети остались без отца, а он был единственным кормильцем в семье. Сама женщина сейчас в декретном отпуске и имеет ряд проблем со здоровьем. В Калининграде задержали местного жителя с ручной осколочной гранатой. По предварительным данным, 33-летний мужчина пытался продать боеприпас со следами коррозии. На место происшествия направили инженерно-техническую группу. Специалисты изъяли взрывоопасный предмет производства времен Великой Отечественной войны. Задержанного доставили в отдел полиции, а раритетный боеприпас направили на исследование. Сегодня в Калининграде на улице Невского образовалась пробка. В ДТП попали два автомобиля. Машины получили технические повреждения. Уточняется, что участниками аварии стали БМВ Реном. Столкновение произошло на съезде с большой окружной на Невского. В парту Балтийска задержали партию филе тунца из Вьетнама. При досмотре груза общим весом 20 тонн специалисты Росельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований. В прислужбе ведомства пояснили, что при возе отсутствовало предварительное электронное уведомление. Выпуск работы приостановили до получения разъяснения от государственной вес службы Вьетнама. На въезде в курортный город разобрали надпись «Я люблю Зеленоградск». Изначально предполагалось, что сделали это вандалы поздно ночью. Но позже УМВД опровергли информацию. Надпись по данным испортили отдыхающие. Туристы фотографировались около нее и случайно задели несколько букв, в результате чего они и упали. Сейчас участковый местного отдела полиции проводит проверку. Кристина Булыцына, служба новостей город. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! По традиции начнем с мировой новости из-за океана. Конгресс США планирует выделить более полутора миллиардов долларов на возведение стены Трампа на границе США и Мексики. Проекты по строительству стены представили уже более 200 компаний. По словам председателя Комитета по внутренней безопасности Джона Картера, постройка стены позволит обеспечить безопасность американцев от нежелательной иммиграции. В работах будут использоваться сталь, цемент и солнечные батареи. Стройка начнется в ближайшее время. И к российским новостям. Многодетные родители смогут получить льготные автокредиты. Соответствующие документы представлены на сайте правительства. Почти 4 миллиарда рублей выделены на новую программу льготного автокредитования для водителей-новичков и семьи с двумя и более 10. Ее участники получат скидку на 10% от стоимости автомобиля. Компенсация будет выплачиваться из бюджета. Энергетики под запретом. Минфин подготовил проект, направленный на сокращение потребления населением в спиртосодержащей продукции. В центре внимания – алкогольные энергетики. Предлагается установить запрет на производство и обороты алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15%, в которых есть тонизирующие компоненты. Ограничения не касаются предприятий, производящих энергетики для экспорта. Также будет ограничен доступ к сайтам, продающим спиртосодержащую продукцию дистанционно. И к новостям местным. 30 миллиардов рублей выделены на финансирование программы развития Калининградской области. В задачи программы входит создание опорной инфраструктуры региона, поддержка производства, увеличение рабочих мест и повышение уровня жизни населения. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры к чемпионату мира 2018 – промышленности и туризму. Программа рассчитана до 2022 года. Из бюджета Калининграда выделили 1 миллион рублей на зарплаты несовершеннолетним. Всего городские власти предоставили 79 мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки работают по 4 часа в день. В основном в библиотеках, волонтерских движениях и городском благоустройстве. Зарплата составляет 5000 рублей. Это были все актуальные новости бизнеса и финансов. С вами была Полина Степанюк. Всего доброго. Партнер рубрики «Бизнес новости» – квартал на улице Солнечной в Светлогорске. Сегодня в Калининграде прошел мастер-класс лучшего вратаря юниорского чемпионата мира по хоккею. На ледовой арене Максим Жуков провел тренировку для воспитанников областной детской школы по зимним видам спорта. Каждому ученику знаменитый голкипер нашел индивидуальный подход. Ему ли не знать, как идти к высоким результатам. Путь Максима Жукова как хоккеиста начался в 2006 году с Калининградской хоккейной школы. Сейчас, после весеннего матча в Словении, он признан лучшим вратарем чемпионата. Пример Максима – уверенный организатор и вдохновит маленьких спортсменов. Действительно, такие встречи мотивируют молодых спортсменов на дальнейшие победы и поднимают у них дух спортсменов. Чемпион подошел к занятию со всей ответственностью. Не отвлекся от детей даже для интервью. Это был первый мастер-класс Максима для калининградских юных хоккеистов. Как скоро он вновь посетит наш город, остается только гадать. Сейчас он готовится стать игроком хоккейного клуба в штате Невада. И все его силы направлены на сборы к новому сезону. О том, что калининградцам и гостям города поднимает настроение, смотрите в нашей постоянной рубрике «Ваши хорошие новости». Партнер рубрики «Хорошие новости» – уникальный молодежный цирк в Центральном парке. У нас все хорошо, все отлично, дети здоровые. Вышли гулять на прогулку в парк с ребенком. Старшая дочка в детском саду, каникулы, весело, солнышко. В общем, все отлично. Мы вообще-то не местные, приехали из Екатеринбурга, поэтому мы гуляем и наслаждаемся достопримечательностями города. Все нормально, работа есть. Что еще? Погода налаживается. У меня венчаются друзья моего сына. Погасила часть кредита. Уже довольно радостно. Сегодня вот первый раз в Калининград приехал. Первый раз. «И как вам было?» «Ну, пока хорошо. Ну, посмотрим. Пройдем, прогуляемся. Не было никогда». «У меня события. У нас пополнение в семье. Да. А еще у моей дочки вылезли два зубика». Партнер рубрики «Хорошие новости». Уникальный молодежный цирк в Центральном парке. Ну и какие курсы иностранных валют по отношению к рублю установил Центральный банк России, узнаем далее. Курсы валют на 13 июля. Доллар США 60 рублей 62 копейки. Евро 69 рублей 45 копеек. Польский злотый 16 рублей 38 копеек. В Калининград идет похолодание. В пятницу 14 июля воздух прогреется лишь до 12 градусов, а ночью будет плюс 8. Ну а какой прогноз ожидает нас завтра, расскажет моя коллега Владлена Каминская. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф. Здравствуйте. 12 июля по народному календарю «Петров день». Сегодня было принято умываться водой из трех ключей, а также крестьяне выходили посмотреть, как будет сходить солнце. Собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях. От народных примет к прогнозам синоптиков на четверг 13 июля. Днем в Калининграде малооблачно, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 18 градусов. Вечером столбик термометра опустится до плюс 16. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Хорошего вам настроения и увидимся на первом городском. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф. И это все новости, о которых мы успели рассказать вам сегодня. Напоминаю, что поделиться интересными новостями вы также можете с корреспондентами службы новостей «Город» по телефону 555-085. Ну и я с вами прощаюсь. Меня зовут Алексей Колодкин и увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин